И всем привет ребят, с Мистер Байки, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору наших новых обновленных дронов. Ну и сегодня настал черед теста и обзора нашего замечательного защитника. Буквально недавно у нас вышел обзор с бустером новым обновленным, ну а сегодня мы запишем обзор защитника. Этот дрон стал теперь более жесткий в плане дополнительной защиты. И теперь его дополнительная бонусная защита составляет 90%, ровно столько же, сколько и защита у Кризиса. Только у Кризиса есть возможность иметь только один припас, здесь же есть возможность иметь абсолютно все припасы. Ну и сегодня попытаемся все это дело вместе с вами реализовать. А реализовывать мы будем этот замечательный дрон на супер быстрой комбине в виде ВАСПа. Фреза с шоковой заморозкой. Это та комбина, которая шикарнейшим образом работала всегда. Ну и посмотрим, насколько она будет смотреться сейчас круто с таким вот замечательным дроном защитник. Насколько он будет эффективен. Ну и насколько большое количество плюсов нам этот дрон даст. Пикаем в дефолтный захват флага. Надеемся на не супер большую карту. Ну и будем пытаться реализовывать этот дрон. Сразу могу сказать, что на защитнике я еще ни разу не играл. Но исходя из того, что я видел в рамках нашего замечательного матчмейкинга. Исходя из того, сколько я видел игроков, которые уже играют на этом дроне. Могу сказать, что этот дрон стал опять же бесячим имбовым и тем дроном, который есть смысл использовать. Я, конечно, больше склоняюсь к тем дронам, которые дают дополнительный повышенный урон. Но если вы играете в таких режимах, как захват флага, как вы играете, как регби, где вы играете чисто под доставки, под то, чтобы у вас было как можно больше хп, то в таких режимах как раз-таки защитник работает мегаэффективно. Ну и вот, например, в штурме за атаку тоже можно этот замечательный дрон реализовывать. Нас закидывает на, ну не самую, наверное, контентовую карту, где мы летим уже со счетом 2-3. Но давайте попробуем помочь ребятам выиграть этот бой. Ну и заодно, заодно постараемся, постараемся камбэкнуть все это дело. Хоть у нас и катка такая маленькая, но почему бы и нет. Если нам матчмейкинг дает возможность подсаппортить своей команде, то давайте мы сделаем максимум пользы и постараемся ребятам помочь и выиграть эту катку. При том, что я заходил, у нас был еще и проигрывающий счет. Сейчас уже счет у нас становится вкуснейший. 3-3. Меня даже под защитником здесь респят. Но, по идее, должна быть работка у нас сочнейшая в рамках этого боя. Будем пытаться как раз-таки под увозинг играть. Ну и под страховочку тиммейтов здесь можно все это дело тоже реализовывать. Попробуем, может быть, даже... Опачки. Васпика аккуратненько. Обрабатываем. Бомбочка залетает. Неприятнейшая. Хорошо, даже бомбочка у меня сейвит Васпик. Так, и под доставкинса. Под доставкинса влетаем. Единственный минус. Единственный минус, который есть у... Как раз-таки любого дрона по типу бустера и защитника. Это если у вас нету иммунки от подавления. То статус эффектик может просто-напросто быстро спадать. Соответственно, если вы играете с такими дронами, как защитник, как бустер, как ловкач. Лучше всего использовать дополнительно иммунитет от подавления. Чтобы статус, вернее даже не статус эффект, а дополнительная броня, либо ддшка, либо нитра, не могла сбиться оппонентам с как раз-таки устройством, которое наносит статус эффект подавления. В рамках этого боя я, конечно, уже ничего, наверное, менять не буду. Потому что иммунка от поджога, вроде как, да, у меня стоит, сработала суперэффективно. Но вот противник начинает опять камбэкать. Только мы повели по счету. И камбэчная у нас от противничков опять пошла. Но мы расстраиваться по этому поводу не будем. Будем стараться тянуть дальше. При том, что у нас остается еще минута 50 до конца. Наша задача попробовать привести как минимум еще здесь один флажочек, чтобы выиграть эту катку. Ну и давайте подстрахуем бойца. Давайте подстраховочку ему сделаем. Можно было бы даже, если честно, скидочку. Опачки, опять этот вазпик замечательный с бомбой влетает. Так, ну и что там? Что там, что там, что там? Я же могу его отморозить. Так, сосулендра залетает. Но нормально. Страховочка у нас есть. Страховочка дополнительная есть. Ну и вообще шоковая заморозка здесь тоже мегаэффективно работает. Минута остается до конца. Наш тиммейт увозит еще один флаг. Попробуем сейчас его тоже здесь, если что, подстраховать. Ну и надеюсь на то, что мы еще одну доставочку сейчас здесь оформим. Так, шафт его на прострел берет. Нет, не берет. К сожалению, не берет. Ну, либо к счастью. Для него, наверное, к счастью. Для меня, к сожалению. Потому что можно было бы от штока до штока доставочку оформить. Контентовую. Ну, а тут у нас получается такой вот хорошенький боючек получился. С точки зрения именно помощи нашей команде. Понятное дело, что я здесь не сказать, что много чего сделал. Но ребята выиграли. Камбэкнули. Катку это не может, как говорится, не радовать. 30 секунд у нас до конца. Бомбочка у меня еще одна замечательная появляется. Попробуем ее сейчас вот так вот здесь вот поставить. Чтобы наш тиммейт как раз таки мог спокойно увозить. И его никто здесь не зацепил. Ну и доставку последнего еще флага под конец катки мы оформляем. Ну, давайте попробуем сыграть, наверное, еще один боючек. Попробуем сыграть еще один боючек. Потому что этот бой закончился крайне-крайне быстро. У нас только 6 минут видеоролик идет. Поэтому давайте попробуем раскатить еще один контентовый боючек. Ну, вот как-то так, да. То есть защитник дает дополнительную жизнь. 90% это супер много. Да, супер много. Потому что, ну, если именно сравнивать, например, с кризисом, да, который тоже дает эти 90%. Это выглядит реально очень и очень достойно, да. Карту, конечно, меня закидывает максимально печальную. На такой карте я даже, если честно, не играть. Даже ни секунды не хочу в захвате флага. Потому что Wolfenstein в захвате флага это мертвейший номер. Ну и давайте попробуем, раз уже сыграли CTF. Давайте попробуем сыграть регби. Может быть, мне в регби сейчас предложат какую-нибудь интересную каточку. И там попробуем защитничка нашего еще реализовать. По сути, можно даже играть не только, там, например, на легких корпусах по типу ВАСПа Хоппера. Можно играть и на Паладине в том же, да. Можно играть и на Крусейдере в том же. Да, то есть на этих корпусах, я думаю, что защитник будет тоже эффективен. Но только в тех режимах, в которых вы играете именно под доставку. Либо с акцентом на то, чтобы дольше жить. Да, то есть если вы с этим акцентом играете, то это 100% будет работать. И в этом будет смысл. Так, только нас что-то не бросает почему-то в регби. То ли боев нету, то ли что у нас там происходит, не знаю. Вот мне надо именно такие режимы. Либо регби, либо CTF. В других режимах особо смысла в реализации я, наверное, не вижу. Но можно было бы, конечно, пикнуть штурм. Но знаю, как меня будет сейчас запикивать в штурм за деф. Я решил пикнуть как раз-таки другой режимчик, где у нас уже вне зависимости от стороны будет возможность реализовать наш замечательный дрончик. Поэтому пробуйте, обязательно тестируйте. Бустер, конечно, мне нравится больше, нежели защитник. Но, исходя из того, что я вижу в матчмейкинге, да, как игроки акцентируют внимание именно на защитники. Многим защитник нравится намного больше, чем бустер. Хотя я больше склоняюсь к тому, чтобы получать как раз-таки больше дополнительного урона, нежели дополнительной брони. Да, так, здесь у нас первый мяч, получается, появится где-то через секунд 30, может быть, даже больше. Поэтому пока что мы можем попытаться здесь еще погонять, покидать урончик, поформить немножко процентик овердрайва. Ну, а дальше посмотрим, где у нас мячик упадет, чтобы уже делать врывалову под оппонента. Ну, и дальше уже под доставку играть. Шоковая заморозка, что касаемо фреза, да, она все так же тоже эффективно работает. Вы видите, насколько сильно она приваривает башни. Ну, и при этом я бы сказал, что урон все так же хороший залетает. Да, то есть с уроном здесь проблем никаких нету. Поэтому это максимально бесячая комбинация. Еще и комбинация, которая теперь с защитником долго живет. Да, то есть здесь уже два в одном работает. Ну, и мы попытаемся играть под доставочку, я хотел, конечно, сказать. Но, к сожалению, меня сливает. Хеван там наваливает контента. Я думаю, что он, наверное, ждал, чтобы я ему мяч наверх накинул. Но с той позиции на васпике у меня, кажется, возможности под доставку сыграть не было. Мне кажется, что угла не хватает. Так, викинга молд прожимается у нас. Чуть-чуть ждем, пока его овердрайв закончится, чтобы у меня здесь урона много не навалило. Так, ну и теперь пробуем врываться. Пробуем почистить зону. Наш тиммейт уже там под врывчик тоже контентово играет. 80% овердрайва у меня уже имеется. Ну и пробуем. Пробуем, пробуем реализовывать нашу замечательную торпедку. Наш замечательный контентовый васпофриз. Так, ну и попробуем, попробуем, попробуем врывалову. Врывалову еще пожить, еще пожить, еще пожить. ХП, ХП, ХП. А ХП это реально много. А ХП это реально много. Реально много дает возможностей защитник. Вот, я бы сейчас на любом другом дроне, будь там гиперион, будь там ловкач, я бы 100% ушел на респ, но на вот этом защитнике я просто пережил. Пережил выстрелы грома без, а нет, с резом от грома. Плюс там дополнительно еще вкидочка залетала от Гаусса и от чего там было? Тесла, да? То есть от Теслы у меня вообще резиста нету и нормально так влетело. Поэтому очень неплохо, очень неплохо. Я не ожидал, честно. Не ожидал, что так неплохо может все это дело сработать. Шикарнейшую бомбочку даем по два танка. И, к слову, бомбы тоже очень-очень эффективно работают. В плане того, что ты, например, с вас по фризам, с шоком, ты морозишь максимально жестко противника, сразу под него кидаешь бомбу и оформляешь контентовую дополнительную либо доставочку, либо реализацию. Так, Хантер пытается оформить доставкинса. Шикарная вторая доставочка. Еще и расстояние хорошее у этого фриза. Ну и байтишь постоянно оппонента на прожатии аптеки, на уничтожении дополнительном его держишь. Это тоже очень и очень неплохо. Так, маленький слоненок. Давайте слоненка пробуем тоже слить. Здесь еще дико магнум какой-то замечательный. Наваливает контентика. Блин, я даже не успел пережать. Был минимальный кулдаун. Надо было просто не труп рожать тогда. Этого бы кулдауна расходочки не было бы. Так, ну 2-0 мы уже ведем. Шикарно, шикарно. Пока что все выглядит очень хорошо. Есть возможность сейчас попробовать ворвать под третью доставку. 70% овердрайва у меня уже есть. Здесь ребятки у нас тоже играют, но довольно-таки аккуратненько. 80% оудиса. Так, пробуем по молоту навалить. Навалить, 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 жить. Шикарно, просто шикарно. И, блин, не успел бомбочку еще сверху дать. Сейчас бы еще бы бомбочкой закрепил бы все это дело. Было бы прям максимально круто. Сверху мяч у нас появляется. Надеюсь, что наши тиммейты там его уже подберут. И хотя бы скинут на низ. Ну, а тут мы уже все это дело поймаем. И попробуем уже в доставкинса сыграть. Так, хопера, теслочка. И здесь еще пробитие мне наносят. Ребята, давайте возьмем мунткот пробития. Я смотрю, что пробитие здесь будет очень и очень неплохо смотреться. Очень много статус-эффектов с пробитием здесь наносят под противнички. Так, ну и у нас есть здесь мамонта-молот. Мамонта-молот летит. Куда он полетит? Через верх. Интересная траектория. Давайте подстрахуем его. Если что. Страховочку ему здесь оформим. Контентовую. Посмотрим, что он хочет. Это очень интересный пассажир. Таких давно не встречал. Ну, давайте пробуем. Пробуем помочь этому бойцу. Что по итогу? Раскручивается здесь он. И по итогу он просто улетает на респаун, к сожалению. К сожалению, он улетает на респ. Так, ну и мы здесь доставочку. Нет, не оформим. Бомбочка все равно. Ой, бомбочка, говорю. Миночка все равно срабатывает. Так, 3-0. 7 минут до конца. Шикарнейший счет. Так, пока что все довольно-таки неплохо. Но можно сделать здесь и досрочку, если честно. Здесь можно и досрочку оформить. Учитывая тот факт, что за меня довольно неплохие еще и бойцы играют в бою. Мне кажется, что у нас здесь возможностей должно быть явно больше, чем от противника. Так, костянчик здесь против. У нас тоже наваливает. Бомбочку даем. Ну, не сказать, что контентовую. Но цепляем. Нет, не цепляем. Сливаем только одного костянчика. Я думал, там еще и вверх зацепится. Но зацепка по верху не сработала. Мяч накидывает на низ. Ну и нам надо как-то играть. Бомбочку забирает овердрайв. У нас тиммейт. Так, и где у нас противничек с мячом? А, мяч в киллзону скидывает. Понял, хорошо. Пытаются ребятки подсейвить. Контентик. Так, ну и ждем мяча. Ждем мяча, как жестко, конечно, вот этот фриз пропеллера крутится. Мне прям очень нравится, если честно. Так, надеемся, что этот васпик не поставит бомбу перед нами. Не ставит. Так, здесь Хантер играет. Играет жесткий Хантер. Дэшка у меня появляется. Есть Хоппер с Оудисом. Но его мы быстренько обрабатываем. И влетаем под легчайшую, шекарнейшую доставку. Еще жесткую тыку с ДДшкой суперсоленоидов под кризисом выдерживает наш васпик. Да, понятное дело, что у меня есть резист. Но даже с резистом эта тыка без защитника 100% не выдерживалась бы. Понял, спасибо. Спасибо тиммейту, как говорится, за помощь. Ну, благо хотя бы здесь корпус переворачивается. И я знал о том, что он перевернется. Так, 97% овердрайва у меня. Шекарно пока что все. Пробуем играть. Ой-ой-ой-ой-ой. Пробуем играть под мяч. А под мяч это не играем мы, потому что противник уже оформляет доставку. 4-1. 4-1 у нас, ребят. Очки! Не успел я нажать ДАшку. Здесь три противника сверху у нас стоит. Мяч появляется снизу. Мы будем пробовать оформлять еще одну доставку. Пока что все работает очень эффективно. Это еще учитывая тот факт, что я играю на васпике. На васпике. Да, то есть на васпике. С фризом. Но даже с этой торпедкой. Все работает очень неплохо. Давай, шафт, поехали. Поехали, боец! Нафиг ты мяч взял? Алло, Валера! Для чего ты мяч берешь? Чтобы потом стоять с этим мячом. Тогда не надо брать его. Тогда не надо брать этот мяч. Так. Бомбочку не успел дарить. Хотел чуть-чуть подальше. Проехать, чтобы наверняка зацепить как можно больше оппонентов. Но, к сожалению, зацепочка не удалась. Так. У Викинга рикошетно обжимали. Ну и Хеван вылетает под доставочку. Страховкинса ему какого-то надо дать, если честно. Здесь с такой позиции. Можно Бомбилу. Бомбилочку, бомбилочку. Бомбилочка хорошая. В Тританчика бомбилочка срабатывает. Но, к сожалению, под доставку уже дополнительно сыграть мы не успеваем. Так. Мяч у нас перекатывается под нашего тиммейта. Вот единственная проблема. То, что я здесь привык вжимать ДАшку первой. На защитнике надо вжимать либо ДДшку с респа сначала. Либо нетру сначала вжимать. Так. Хантера. Рикошет наш сливается. Коппер вообще не жмет, если честно, на овердрайв. Он пытается их оставлять, я так понимаю, под доставку. Но под доставочку у него особо сильно не получится. Уже их вжимать. Ох, как мне в бочину прилетело. Плотненько. И мы падаем в минус. 655 очков. Есть возможность вообще на этом вас по фрезе здесь выйти в тысячу. Есть возможность выйти в тысячу. Так. Ну, пробуем. 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 Будет ли противник падать тут. Мячом. Где он вообще? Потерял противничка. Давайте попробуем ворвать его, наверное, тогда. Сейчас они там играют через верх. Играют пассивненько. А нет. Он уже где-то с другой стороны. Офигеть. Ехал вроде как наверх, чел. Уже оказался сбоку где-то. Надо что-то нам сейчас доставку не привезли. Мейты вроде как страховочку оформляют. А мы живем. Живем. И накидываем. Живем. И накидываем. Чел уже взял иммунку, кстати. От заморозки. Настолько его походу взбесила моя контентовая шоковая заморозочка. Что он решил уже немножечко поменять свой подход. И взять иммунку от шокового заморозки. Так. Хоппер. Хоппер. Прыгать будем? Не будем? Сейчас посмотрим. Оп. Сделаем разводку. Что я типа заехал наверх. На самом деле я конечно же остаюсь. На этой же самой позиционке. Уже мало его делаю по бомбочке. Чуть-чуть раскручивается корпусы викинга. Ай. Гал с овердрайвом. Конечно здесь меня сливает. Есть. Хеван на врыве. Нет. Хевана тоже хавают быстро. Ну хеван на гиперионе. Был бы хеван на защитнике. Я думаю что он бы тоже выжил бы в этой ситуации. Так. Ну и пробуем сейчас не отдать противнику возможность заезда наверх. Но он все-таки заезжает первый. Первый заезжает. Блин. Как же жестко конечно фриз морозит. Шоковая заморозка. Офигеть. Просто такая заморозела васрабатывает. Две минутки до конца. Это уже 100% недосрочка. Ну и это на 99% победа. На 99%. Это наша выигранная катка. Да. Здесь у нас пока что все получается максимально круто и шикарно. Гауссик обработочку делает. Васпик бомбочку делает. Ух. Хороший под стеночкой подсейвился. Так. И под врыв. Нет. К сожалению не выживаем. 740 очков. 27 килов. Я по сути здесь играл под доставки. Я еще и килов сумел такое большое количество дать для вас по фреза. Это прям очень и очень хороший результат. Противник опять едет через верх. Поэтому мы ждем. Мы пассивненько ждем. Мы ждем. Ага. Там же. Хорош. Как же жестко он его поймал. Как же жестко он его на Хантер овердрайве здесь поймал. Потому что это должна была быть еще одна доставка от оппонента. За счет реализации хопера овердрайва. Но Хантер красавчик. Молодец. Прям очень грамотно сыграл. И здесь оппонентика поймал. 50 секунд до конца. Все что нам остается это закончить начатое. Да. И по сути. Ну нам достаточно наверное попробовать еще одну доставку чисто оформить. Да. Сыграем. Под еще одну попыточку. Получится не получится. Это уже другой вариант. Викинга молот Джамалову делает овердрайва. Наш мамонт играет под подбор. Но его здесь тоже набревают. Ну и по сути последний заход у меня есть еще. На базу противника. Попробуем с последним заходиком еще что-то здесь придумать. Придумаем не придумаем. Вот в чем вопрос. Хеван под доставку. 15 секунд до конца. Врывалово под два танка. И под бамбулербу. Под бамбулербочку. Игру делаем. Ах. К сожалению все-таки хоппер меня здесь уничтожает своим овердрайвом. Но это победа. 4-1. Шикарнейший результат. 800 очков. Для вас по фреза. Ну и для того самого замечательного дрона защитника. Считаю что это было очень и очень неплохо. Поэтому пробуйте. Тестируйте. Защитник точно теперь имеет вес. Даже с учетом того что я играл на васпике. Это дело все видно. Заметно. И очень сильно помогает. Пишите что вы думаете по поводу защитника. Играли ли вы на нем. Не играли. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг этого не сделали. Ну и конечно же. Не забывайте подписываться на тележечку. Где вся информация по стримам. Ну и весь лайфконтент. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok